МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Культура одна из самых полезных программ российского телевидения, программа Наблюдатель. Меня зовут Женя Григорьев. Здравствуйте. Несмотря на то, что наша жизнь становится всё сложнее, мне кажется, она становится ещё и чуть интереснее. Только этой осенью прошёл целый ряд театральных детских фестивалей. И сегодня мы поговорим о том, что происходит на театральной сцене для детей и что происходит с детьми в театре. Что театр даёт ребёнку, а ребёнок театру. Потому что я, например, убеждён, что главное происходит вовсе не на театральной сцене, на которой вы все работаете, а в зрительном зале. Будь то кинозал или театральный зал. О том, как современные режиссёры, художественные руководители, главные режиссёры ищут путь к сердцу ребёнка. И, конечно, узнаем, что имеет смысл нам с вами посмотреть в театре вместе с нашими детьми. Итак, наши гости. Тереза Дурова, художественный руководитель театра Терезы Дуровой. Борис Константинов, главный режиссёр театра «Куколы Образцова». Анна Балихина – хореограф, арт-директор фестиваля «Территория КИДС». И Мария Литвинова – режиссёр, создатель вместе со Славой Игнатовым театра «Трикстер». Здравствуйте. Добрый день. А вот где проходит возрастная граница в театре? Что это сегодня? Вот детский театр. Театр для детей. Я бы сказала, давайте я начну как-то вот так по очереди. Я вообще не понимаю, что такое детский театр. Так, интересно начало нашей программы. Потому что я понимаю, что такое театр семейный. Я это понимаю, как в кино, да, есть уже как бы кино, семейное кино. А у нас остался вот это тавро осталось детского театра. Оно не очень, на мой взгляд, сейчас правильно звучит. Но, по крайней мере, я понимаю, что с любым ребёнком приходит взрослый. И в любом случае, ребёнок не один. И когда у тебя большая аудитория, ну, там, допустим, я не знаю, тысячник, да, у нас. Или пусть это будет 250-300, неважно, сколько мест. Всё равно есть и та, и другая категория зрителей. И спектакль всё-таки должен быть как-то рассчитан на всех. Я должна понимать, о чём родители будут говорить взрослая публика, будет говорить с молодой или маленькой публикой дома, после того, когда они уйдут из театра. Дома и ещё хорошо бы... На следующий день. На следующий день, да. Как вы думаете? Ну, мне кажется, тоже сейчас... Во-первых, мы, взрослые, больше не хотим расставаться со своими детьми. Мы хотим проводить вечера, мы хотим ходить в театр вместе, мы хотим ходить на современный танец вместе, мы хотим ходить в музеи вместе. И, наверное, всё-таки есть какая-то градация. Есть такое понятие, как бэби-театр или театр подоросковый, и всё-таки поднимается запрос разный, да. Разные темы, волнующие детей, подростков. Но мне кажется, вот мы внутри территории Китс, мы не делим, мы не разделяем, мы не выделяем детский театр в нечто особенное. Мы считаем, что детский вообще театр, театр для всех, для всех. Это очень хорошее... Вы знаете, вот я так могу сказать, у нас на фестивале было несколько, ну, довольно-таки интересных проектов, которые затрагивают очень серьёзные темы. Какие? У нас, например, подростковые проблемы. Какие это проблемы сейчас? Ну, проблемы своей самоиндентификации, проблемы инклюзии, проблемы подростковые, да, пубертата. И вот моя дочь, которой 7 лет, и она была на всех спектаклях внутри фестиваля, и мы тоже, вот мы были... Это был спектакль «Рисовая собака» Саша Беркович, «Дети, дочери Сусо» проект. И я вот понимаю, что мы сидим в зрительном зале, вот сидит моя, ну, она... Семилетняя дочь. Семилетняя дочь. Я думаю, господи, ну, вот что я за мать такая? Ну, это же всё-таки такая серьёзная вещь, вот такой документальный театр, зачем я её сюда притащила? И после того, как мы вышли, мы очень долго разговаривали на тему, что она увидела, и это тоже... Это поднимает какие-то новые темы, которые мы не касались, и это явилось стартом для каких-то новых бесед. То есть в вашем случае вы говорите о том, что театр... Я к тому, что может дать театр зрительному залу, он как бы легализует разговоры, может быть, даже которых вы не касались, и он просто... Это всегда хороший повод. Это всегда хороший повод. Это всегда хороший повод, может быть, начать какой-то сложный топик, или, может быть, как-то глубже пойти в какую-то область. Борис. Я вернусь с самого начала. Я для себя всегда ставлю такую задачу от трёх до девяносто девяти, когда меня спрашивают журналисты, а какому возрасту вы адресуете вашу сказку или этот спектакль? Хочется именно... От трёх. Это образно. Хоть если это бэби-театр от года, но чтобы в этот момент бэби-театра мама улетела точно так же, пусть это будет звук, пусть это будет капание воды, но она потерялась и стала подругой, если это с ней дочь, или другом, если сын, и превратилась в того самого ребёнка. Вот такой момент очень важный. Потом ведь всегда в зале сидят, и самое страшное, когда, если говорить о детском театре, а наш театр точно приписывает театр кукол сразу же к детскому, к сожалению, родители не должны свои 40 минут... Что они справедливы. Да, конечно. Это другая тема разговора. Или 50 минут спектакля, они не должны пережидать и тянуться в карман за телефоном, чтобы, когда закончится вот это вот что-то там для детей, не для меня, нет, для тебя, дорогой родитель, для тебя. Вот это цель. Вот это очень важная тема. Вот объединять и тянуть, может быть, несколько сразу тем, которые всегда у хорошего автора заложены. И для взрослого. Я была права. Мне кажется, да. Как всегда. Театр должен быть семейным. Семейным, абсолютно. И мне кажется, что, может быть, возможно, детский театр отличается таким элементом образовательного процесса. Потому что во взрослом театре не всегда есть этот образовательный процесс. А в детском, ну, он должен быть, мне кажется. И мы, например, ну, я абсолютно согласна со всеми предыдущими ораторами, но мы сейчас ставим оперы для детей. Ну, как-то последние несколько лет мы этим довольно плотно занимаемся. Вот сейчас, например, у нас будет спектакль «Дидона и Энея». Это, ну, не детский материал, понятно, да, изначально. Но у нас там маркировка 12+. Понятно, что у нас «Дидона» не сжигает себя там в глазах у изумленной публики, но есть некий образ этого. Вот. Но мы, в частности, считаем, что таким образом мы рассказываем детям о том, как слушать музыку. Потому что есть очень яркий визуальный ряд. Да, они не поймут, возможно, каких-то тонкостей, там, психологических отношений между «Дидоном» и «Энеем», там, почему в Греции было так или иначе. Вот. Но вот эта яркая форма, которая всегда, ну, в наших спектаклях, по крайней мере, присутствует, как слоёный пирог. Есть содержательная часть, есть форма, за которой следят дети. Есть содержание, которое на каком-то глубинном уровне, считая взрослые, может быть, даже и не все. Вот. Но они услышат музыку, и они поймут, что опера – это не какая-то там странная, что-то такое, там, в пыльном зале мы сидим, в большом, а там на сцене какие-то дяди и тёти что-то непонятное поют. А есть и другая опера, и она может быть понятной и красивой. Но это образовательная задача, про которую мы, например. Вообще, я считаю, что на нас очень большая ответственность, потому что мы же готовим публику к следующим шагам, к следующему театру, скажем так, да, к пониманию, к каким-то правилам. Нет, 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 дело не в этом. Как жизнь диктует и учит тебя жить дальше. Вы же приходите, допустим, смотреть, там, я не знаю, игру в футбол, да, если вы знаете правила игры, вам интересно смотреть. Если вы не знаете правила, это просто дядьки бегают, гоняют мяч. Вот когда к нам приходит семейная аудитория, ну, давайте говорить честно, что не все родители готовы. Есть родители, которые вместе с ребенком начинают ходить в театр, только потому что у них есть ребенок. Для нас это тоже очень важный момент. Это тоже новая конструкция нашего сознания, потому что, когда мы начинали работать, это было, там, 25 лет тому назад, приходили дедушки, бабушки и приводили девочку. Мальчиков практически не приводили. Потом начали ходить мальчики и девочки, и потом стала ходить семья. Вы абсолютно правы. Это за какой период произошло? За новейшую историю? Да, за новейшую историю. Последние 10 лет я вижу большие компании семейные у себя в театре. Это победа, я считаю, когда пришла мама, папа и один ребенок. Да, да. Когда у одного ребенка сопровождение с двух взрослых. Это просто победа. Это значит, что у них будет общая эмоциональная память. Потому что нет ничего страшнее для ребенка, мама, а ты помнишь? А мама не помнит, ее просто рядом не было, понимаете? Или там, папа, ты знаешь, а папа не знает. А в это время, когда ребенок сидел в театре, он испытал некую эмоцию. И ему некогда, некого было схватить за руку, понимаете? Поэтому я не очень люблю, когда ходят классы. Вот это, мне кажется, ну это нормально, наверное, в какой-то степени. Но с точки зрения коммерческой нас это всех очень устраивает. Вы, наверное... С точки зрения этической и воспитательной нас это не устраивает. Хотя я хочу сказать, что я каждый раз вздрагиваю, когда вижу там ряд детей входящих, вот и смертушка моя. Почему? Ну потому что они там... Проходят хулиганики. Да, для них это такая переменка. Они там усилятся, там это надо прямо вот держать зал очень хорошо. Надо держать, да. И у нас интерактивный спектакль, там есть возможность. Я могу как бы так, так повести их, да? Но иногда это если в большом зале держать, это очень сложно. Вот. Но я хочу сказать про сегодняшний класс, например. Входит за ними учительный, говорит, так, не волнуйтесь, мы готовы. Мы все прочитали, мы все знаем про ваш спектакль. Мы смотрели это, 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 это. Я думаю, а, ну хорошо. И класс, потому что там было два класса, отсмотрели просто фантастически. Во всем участвовали, все четко там, реагировали где-то там. Поэтому все-таки некоторые педагоги готовят детей к просмотру. И тогда это, конечно, очень интересный опыт становится. Вы же наверняка видели эту, может быть, даже кусочек, мы посмотрим, фильм Герца Франка, который снят в театре, надеюсь, он старше. Когда мальчик переживает. У меня следующий вопрос. Питер Брук, как раз продолжая вас, говорил о том, что, ну, режиссура есть не что иное, как управление вниманием. То, о чем вы говорите. Вот, как управлять детским вниманием? Как вы боретесь с гаджетами? Это же, вот, второй экран у детей, это, ну, серьезная штука. Во-первых, их надо отобрать перед своей охотой. Вот так, это да, отобрать гаджеты. Это тысячник, я просто... Огромное, огромное складское помещение. Да, склад гаджетов. Как вы боретесь? Вот, главный режиссер театра Образцова. Как вы боретесь... Андрюша очень приятным голосом говорит Нечаев, один из артистов, что, пожалуйста, дорогие друзья, уберите ваши гаджеты. Нельзя, это нельзя, то. Но мы знаем, что ребенок, как только ты ему говоришь нельзя, он это сделает. Наверное, все очень просто. С гаджетом понятно. Если ты... Убрали гаджет, как держать внимание? Не позволите ему, вот, именно, вы отвечаете сами на вопрос, держать его внимание, нашего маленького зрителя. Как вы это делаете? Нет, ну, я могу сказать, у нас есть технология. Есть законы, не театры? Нет, у нас есть технология. У нас есть технология, мы... Там, у нас спектакль, допустим, 50 минут. Я понимаю, что, как минимум, каждые 3 минуты должна быть некая фишка, которая будет возвращать ребенка... 3 минуты. Каждые 3 минуты. То есть, либо это некий новый предмет появившийся, там музыка, ну, неважно, что угодно, да, как бы режиссер решает сам, какие, какие... Ну, мы прямо технически делим спектакль вот на эти 3 минуты. И если в течение 3 минут ничего не происходит, здесь опасность, здесь можно потерять. Особенно, если дети маленькие. Чем старше ребенок, тем проще, конечно, держать его внимание. Чем длиннее у него, да? Да, да. Просто, например, в американском кинематографе, когда увеличилась стоимость билета, изменилась драматургическая конструкция фильмов, потому что человек, который заплатил больше, уже может потерпеть чуть дольше завязку. Вот, да? То есть, какими вы пользуетесь... Ну, кто решает, что 3 минуты? Вы как режиссер? Да, мы просто для себя такую вывели структуру. У меня просто есть такой старый добрый метод. Я все, что вот сочинилась на репетиции, да, с ребятами, спокойно, рассудительно, все разобрано. Потом искусственно нужно сжать, когда сжаты пружины. Тогда оно всю информацию будет выдавать так, что ребенок не успеет, он не захочет кинуться к гаджету, он будет во внимании. Ну, вот смотрите, я сейчас задам вопрос, он про ошибки, на самом деле. Я смотрю кино в обыкновенных кинотеатрах. Я вижу, как, ну, в управлении вниманием проигрывает зрительному залу, там, например, Тарантино. Ну, вот проигрывает. Я прямо вижу, как он это проигрывает, наклоняясь там в ряд. Вот вы видите в зале, когда вы проигрываете эту битву за внимание? Да, конечно. Конечно, да. Ну, и тогда, соответственно, совершенно право, Боря, надо сразу ставить спектакль в репетицию, смотреть, где пробелы, и все это сокращать, сжимать. И это происходит. Насколько меняются наши дети? Вот вы же ведь смотрите в зрительный зал. Как они меняются? В каком смысле? В каком промежутке? Ну, в промежутке вашей профессиональной деятельности, конечно же. Ну, раньше они верили, наверное, больше, да. Сегодня они насмотрены. Ну, они были открытия, может быть, у них... Они задыхались от хвостового чуда. Ну, у меня противоположное мнение. Я, спрашиваю, мне кажется, сейчас очень классные дети. Дело в том, что как только... Ну, мой опыт, да, у нас у каждого, видимо, свой опыт. И это прекрасно, давайте делиться. Я, по своему опыту знаю, что мы меньше стали детей развлекать, все-таки больше стали думать о том, о чем с ними можно серьезно поговорить. Вот. Они, как выясняется, очень любят серьезный разговор. Это во-первых. Во-вторых, каждый возраст... Ну, у меня немножко другой опыт. Каждый возраст имеет свою площадку. Так, давайте, чтобы чуть-чуть я сориентировался. Насколько возрастных групп мы делим... Ну, там, детский возраст до 15, да, наверное, лет? Ну, до сколько? Мы делим его до 18. До 18. Но это не детский возраст. Я вообще к детям отношусь не как к детям, а как к зрителям, к которым надо относиться серьезно. Ну, окей. Если ребенку 3 года, до 3 лет его везти вообще куда-либо, вот я немножко против всяких таких уж совсем бэби, да, потому что, во-первых, фиксировать его нельзя так надолго. Потом там есть особенная посадка, маленький ребенок не привык, ему неудобно очень сидеть на стуле, ему нужно сидеть на подушке, чтобы были вытянуты ноги. Ну, в правильном бэби-театре. Я говорю, что это для мамы. Да, это все такая, в общем, там больше надо, когда у нас это была такая практика, я разговаривала с родителями, говорила, что смотрите на своего ребенка, как они реагируют на, там, я не знаю, звук дерева об дерево или еще что-то, там другая специфика просто. И там больше 20 детей, не приведи Господь, потому что это просто не надо. Когда они начинают подрастать, тогда есть малая сцена. от трех до пяти. От трех до пяти, так. Потом идет малая сцена, на которой можно уже нормально посадить ребенка в пять лет и пять, семь, шесть. Пять, семь, шесть. Да, это пять, шесть, семь в обратную сторону. Да, хорошо, пять, шесть, семь, окей. Вот, восемь и так далее, это уже нормальный человек, с которым можно нормально разговаривать восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Он стал школьником, он в другую среду вошел. Просто с двенадцати уже можно какие-то такие темы, которая... Да, с двенадцати уже другая тема пошла. И они уже могут в это время пересесть в большой зал, ну, для меня. А для вас? Я, на самом деле, считаю, что с ребенком важно и нужно разговаривать с самого младенчества. И бэби-театр это очень важная и весомая, ну, как бы, театральная вещь, на самом деле. И да, конечно, это требует определенного, может быть, пространства, какого-то усилия. Ну, чтобы они у вас сидели в шесть-семь лет, восемь дети сидели и смотрели спектакль, у них должен какой-то быть навык, просто присутствие в этом пространстве, там, наблюдение, да. Смотрите. Извините, ради богу. У меня, например, была такая история. Приходит мама с маленьким ребенком, когда мы играли для самых маленьких, да, ребенок крутится-вертится, потом начинает кричать, просто плакать. И мама, значит, собирается с ним уходить. Я вместе с мамой ищу другую точку. Мы берем ребенка на руки и поднимаемся с ним там чуть повыше на лестницу, там, куда-то на балкон или еще куда-нибудь. Мы нашли другую точку, и ребенок спокойно досмотрел спектакль. Там нужно, чтобы человек, который это делает, чтобы он всегда на спектакле присутствовал. Это штучная вещь, и это очень сложная история. Мне вообще, если честно, кажется, что ребенку, ему не обязательно, он не обязан любить ваш спектакль. Вы на территории сделали специальное подразделение, ну, то есть специальный фестиваль «Кидз», да? Да, территория «Кидз». Почему вы решили, во-первых, делать специальный детский фестиваль, а территория – это такая мультижанровая штука, да, всегда была? И второй вопрос. Вы говорите, что самое главное – это с детьми можно разговаривать на серьезные темы. А что, мы до этого не говорили с ними на серьезные темы? Мы их развлекали, это в нашей природе. Мы развлекали детей. Театр меняется, мне кажется, и запрос меняется тоже у взрослых, вот у нас, да? Да, потому что театр, ну, меняется сама форма посещения. Ну, да мы об этом говорим, да? Сходить, да, сходить на спектакль не значит сходить конкретно вот в здание, в театр, потому что спектакль может быть и в музее, и в галерее, в каком-нибудь другом пространстве. И спектакль может иметь тоже разную форму. Это может быть спектакль-инсталляция, или это может быть современный танец, или это может быть музыкальный перформанс, или может быть кукольный театр, вот эти все, как бы вариативность исполнительских жанров была представлена у нас на территории КИДС. Более того, я хочу сказать, что у нас после каждого спектакля магистратура Лены Ковальской, они называются социальный театр, они делали обсуждение с детьми, и они готовили специально для каждой возрастной группы вот свой такой особый разговор. И очень многие оставались и дети, между прочим, и родители. И я была потрясена, насколько дети хотели говорить о том... Это безоценочное было обсуждение, да? О чем они говорят? О своих эмоциях, да, о своих переживаниях, о том, какие у них появились мысли, образы, и как они могут это обсудить там с своими другими родственниками. Это тоже такая очень важная... Во-первых, они учатся анализировать, во-вторых, они формулировать. И больше всего меня потрясло, с какой легкостью наши дети, наши сладкие пупси вступают в разговор, не боясь, не боясь быть, я не знаю, там, показаться глупым, неумным и так далее, и так далее, и так далее. И вот это... Вы тоже это замечаете? Это черта поколения? Да, вот как раз сегодня, мне кажется, поколение молодого есть, что радует. Это изменения? Ну, мне кажется, в частности, потому что школы меняются. И родители изменились. Ну, по крайней мере, в нашей школе дети там спокойно выражают своё мнение, они могут там зайти к директору, сказать, что они думают, всё поменять. У них есть вот это вот в природе, и поэтому, когда спрашивают, а скажи, что ты об этом думаешь, у него нет проблемы. Он просто говорит, что он об этом думает, и всё. И действительно, они формулируют. Мне сейчас вот дети, которые приходят к нам вот в настоящий момент в театр, они мне очень нравятся. Я с ними легко, если я на сцене, я с ними очень легко контакт нахожу. Классно так слышать это, честно. Да, извините. Мальчик, открыв интерактивный спектакль, гаркий утёнок, дети сидят под лопухами, ну, так немножко свободно, а может быть, они немножко свободно, какое-то лето такое, как у Андерсона всё написано. И вот он достаёт сумку, а я пробую с ними разговаривать. Мне хочется услышать, кто сегодня пришёл, как они. Он говорит, я прочёл, посмотрим сейчас, как у вас. Я был просто от счастья подпрыгнул. Человек пришёл немножко поработать. Я люблю, когда зритель всё-таки работает. Он не то, что, ну, пусть он развлекается, пусть он отдыхает, но вот этот момент работы где-то там, или души. И когда вдруг мальчик с мамой, они же не любят, когда мамы к ним вот так, они же мальчики, и вдруг он непроизвольно тянет руку и кладёт на него, и она опешила мой сын сейчас там, ну, там, может быть, это Ленинград, это спектакль, да, тяжёлый, где там вот-вот на грани, что ребёнок сейчас убрёт, и вот он тянется к этой маме. Или мама уходит к маме. Вот всё. Вот уже начинается тогда тот. И мечта-то у меня простая, чтобы Сисюка ещё театр ушёл куда-нибудь подальше. Вот он уходит, слава богу. Развлекающий театр. Да, и чтобы... Он должен остаться, зачем уж так прямо... Нет, ну, чтобы ещё ушла учительница, понимаете, такая... Татьяна Ивановна некая, да, которая учит, ещё бывает такое, но мы должны эстетически воспитать ребёнка посредством театра. И вот она, бедная, учит, то есть педагог какой-то такой, прямо в первую очередь. Всё-таки не надо забывать, что это ребёнок, что это игра. Намёк. Сила сказки. Она же в чём её сила? В намёке. Ты намекаешь, но всем за этим урок. Не ослушался родителей, помирь, помрёшь, будешь мёртвым. И вот сказочники те, и древние, они этого не боялись, потому что, а каким образом они объясняют ребёнку, что туда ходить, что нельзя ходить. А какие табу у каждого из вас в работе с детской аудиторией? Есть табу? Мне кажется, что мы уже настолько в опыте... У нас внутренние цензоры сидят так крепко, внутренние. Чем они руководствуются? Не навреди, как у любого врача. По-другому никак. Не, ну мне очень нравится. Я бы хотела, чтобы мой ребёнок увидел вот это. Или я бы не хотела. Всё, я только своим ребёнком меряю. Это работает вот так. А у вас? Тоже есть некий зритель, да, такой для меня. Это мой крёстный сын, Данечка маленький, который знает сегодня арабский, знает сегодня китайский. Я не знаю, как к нему подступиться. И я должен ему рассказать сказку. Так будь добр, выдумай, чтобы ему было этому Данечке интересно. И Данечкиной маме. Данечкина мама актриса. Тогда Данечкиному папе, что, кстати говоря, папа – это особая категория, как и мальчики. Потому что несколько лет, 15 тому назад я сидела в одном театре перед началом спектакля и смотрела, как входит зритель. Идут женщины, 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 женщины. Ой, мужчину привели. Культурная программа. И такая была ситуация. Друг, я поняла, что у меня в театре пап намного больше, чем в каком-то другом театре мужчин. И очень много ходят мальчиков. Я даже стратегически выстраивала, вот как вы выстраиваете три минуты, да, я выстраиваю спектакль 45 и 45, я больше не играю без антракта. Кстати говоря, психологи говорят, что если на протяжении 15 минут у ребёнка сейчас, к сожалению, к большому, нет в руках гаджета, он начинает нервничать. Так, как с этим бороться? Что вот эти 15 минут ему нужно. С этим не надо бороться. Ну, в смысле, как это обходить? Это надо, да, это не надо обходить. Это факт. Поэтому нужно так переключить его внимание для того, чтобы у него это не возникло, а возникло что-то другое. Потому что у театра для этого есть очень много чего. У театра есть визуалки точные, есть декорации, есть ритм, есть музыка, есть свет. Нет, ну, в конце концов, сама суть в театре, что мы здесь и сейчас. И сейчас, да. Вот эти люди конкретно для меня вот это всё делают. Это всё делают, да. Они вот там кто-то. Ну, понятно, что да, конечно, сложно. Ну, и действительно... На самом деле, мне кажется, это проблема даже не детей, это проблема родителей. Родителей, да. Родителей. Есть такой момент. Нам тоже тяжело, 15 минут, о боже, где мой телефон? Сейчас дети... Вам пока нормально местили? Пока хорошо. Я вообще телефон не люблю. Дети сейчас говорят вот что. Вот театральный спектакль. Я очень люблю работать, ну, с Машей Рыбасовой, да, с Мэри Рыбасовой мы работаем. Когда всё сделано системой театра. И практически нет экранов и всего вот этого. Как только что-то куда-то поехало по пульту, они говорят, а, ну, понятно, нам кнопку нажали. То есть они... А вот если где-то что-то технологическое, там, я не знаю, появилось, как в старом добром театре, вот машина, да, из которой там делаем гром... Ветер, гром. Вот тут они зависают просто. Потому что такого не видели. То есть вот старые какие-то простые театральные приёмы, как только что-то для них понятное, экран, они прямо, я вот вижу, возникает экран, они вот так садятся. Да. Потому что в этой позе им удобнее, это кино или это дома на диване. Они сразу начинают отстраняться. Ну, это мой опыт. Ну, я хочу ещё, конечно, про телефоны добавить, что некоторые... у нас было несколько детей блогеров, на спектаках. Да, дети блогеров. И это очень-очень интересно, потому что те посты, которые они потом делают у себя в Инстаграме, ну, там, как правило, конечно, мама там, естественно, это контролирует, но это настолько мило и здорово смотрится, потому что ребёнок, он, у нас один и тот же мальчик, приходил на несколько спектаклей и делал там, ну, ещё были дети, но это прям показательный. Вот. И он прям свои эмоции рассказывает. Вот я сегодня сходила на спектакль, там вот они сфотографируются, там, там, значит, с куклой, в фойе, всё. Ну, вот я вам с вами, значит, сейчас поделюсь. Дело было так. И он на своём вот этом детском языке, таком наивном и... Искренне. Искренне, да, рассказывает о моём спектакле. Это так здорово, это лучшая реклама вообще, вот лучше не придумаешь просто, чем эти дети-блогеры. И они так это делают. И это очень умно. То есть он всё понял. Он понял суть, о чём... Он не просто сказал, там, здесь были куклы, а здесь был свет, а здесь артисты, там, что-то играли. А он рассказал, о чём был спектакль. Так что, может быть, ничего плохого в этом нет. Смотрите, если судить по театральным новостям, у нас очень много всего для детей. Это правда? Вот в киноиндустрии, например, у нас, где я работаю, больше, чем, к сожалению, в театре, у нас очень мало детского кино, и вы сами знаете. Его просто нет. Его почти нет. Его просто нет. Мы сейчас будем снимать, кстати. А у вас вот та информационная повестка, о которой, мы говорим, что у нас очень много всего для детей, она соответствует действительности в театральном мире? И да, и нет. И да, и нет. Да. Ну, с одной стороны, очень много всего. А если чуть развернуть? Да, я могу сказать. Вот мне часто пишут, там, друзья, кто-то в Инстаграме, пожалуйста, посоветуй, куда пойти с ребёнком. Вот куда. Я сделала такой список, чтобы прям сразу... Мы его чуть позже обязательно озвучим для наших зрителей, да. Но чуть позже. Так. И у каждого из вас. Да, но я понимаю, что на самом деле этот список небольшой. При том количестве... Ну, естественно, это то, что посмотрела я, и я лично могу посоветовать там, вот, людям. Потому что я это видела. Ну, конечно, я видела далеко не всё, понятно. Как бы много всего, но то, чего ты можешь посоветовать, его не так много. Это всё-таки традиционно осень, она полна именно фестивальными проектами. Да, фестиваль — это всегда неожиданность. Можно прямо такой срез получить российского детского театра. Согласна, да. Ну, а... Это неожиданность. Всё-таки и да, и нет. В чём да, в чём нет. Ну, вот то, что я сказала, что традиционно осенью очень большая фестивальная жизнь. То есть там и арт-миграция, и территория Китс, в которой появился новый наш фестиваль. Первый раз. Первый раз, да. Будете продолжать? Ой, будем. Нет, нам так понравилась, у нас такая потрясающая команда. У нас столько появилось энергии, идей, вообще планов. Это то, что вам отдали дети? То, что отдали дети, стало понятно, куда двигаться, и как можно ещё развивать и усиливать. Куда двигаться? Ну, в сторону, как это ни странно, есть запрос от детей на документальный театр. И это меня удивило очень, да. Именно документальный театр. Давайте чуть подробнее скажем для зрителей, что такое документальный театр. Это вербатим, когда... Это тоже мастер делала. Нет, это лаборатория, это немножко другое, это тоже очень классный проект Марфы Горовиц, который у нас был на фестивале. Да, прекрасно, я же с вами Марфа. Да, да, но это её лаборатория, которая называется «Семейная реликвия». И внутри этой лаборатории дети приносят какие-то артефакты семейные, какие-то там фотографии, вещи, книги, какие-то рассказы. И они в течение этой лаборатории, размышляя о своей семейной реликвии, приходят в конечном результате к мини-перформансу. И это совершенно замечательная лаборатория. Мы обязательно её будем повторять. Ещё куда? То есть цель не спектакль, который они создали, а всё-таки процесс. Да, да, потом у нас очень интересный тоже был формат читок совместно с РАМТОМ. Новый формат. Новый формат читки, да, читки именно для подростков, для детей, совместно с фондом «Дарь и жизнь». И немножечко тоже так переживали, но новый формат именно детских читок. То есть дети сами читают? Это не спектакли, да, это не спектакли. Как это выглядит? Да, читали дети, было несколько режиссёров, и в итоге это было представлено зрителям, и были потом даже обсуждения после этого. То есть не всегда, понимаете, тоже новая детская драма на самом деле довольно-таки мощно представлена, но не все из них могут быть полноценными спектаклями в ряду разных обстоятельств. Театры, может быть, не хотят рисковать, непонятно, аудитория, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, там поднимаются очень важные темы, которые волнуют детей здесь и сейчас. Там инаковости, и в том числе инклюзии, это то, что, ну, как бы на поверхности, о чём важно говорить очень. И важно, мне кажется, прежде всего там в детях тоже развивать эту эмпатию, да. И для нас это тоже оказался удивительный опыт, и мы хотим это усиливать обязательно. Вот в неигровом кино... Смотрите, пожалуйста, о каком количестве детей идёт речь? Начитки? Да, вообще, сколько вы охватили. Вот был фестиваль, да? Сколько человек, сколько людей прошло через вот эту вот потрясающую совершенно программу, которая даёт им возможность творчески существовать в природе, в мире? Вот просто сегодня здесь, да. Поскольку у нас был первый фестиваль, у нас большое будущее перед нами. Я уверена, что мы доберёмся до тысячных залов. Милости просим. Ох! Типа, connection. Да. Да, но, да, конечно... 2 600 я читала. Да-да-да, но ввиду ещё ковидных ограничений, понятно, да, что это тоже какое-то постоятельство. Вот, но, да, но... 2 600 человек? 2 600, это довольно серьёзная цифра. Прекрасная, прекрасная. Но, смотрите, вот из того, что вы говорили, вот в неигровом кино, да и вообще в неигровом больше всего, режиссёр перестаёт быть и автор, ну, таким демиургом. Мы вот, там, новая такая этика, когда ты на одном уровне с героем. Ну, то есть вы равны с тем, с кем ты снимаешь. С тем, кого ты снимаешь. Это примерно то же самое, когда дети сами читают, и они уже не управляемые, а равные. Конечно, дети равные. Равные? Конечно. Равные кому? Взрослым, конечно. Взрослым театральным деятелям, я бы не сказал. Конечно, дети внутри процесса, они должны быть взрослыми внутри процесса, конечно. То есть они равны Марфе, да? Конечно. А по-другому быть не может. Ну, не только внутри театрального процесса, извините, но как бы внутри педагоги тоже. Это тоже меняется. Тут я не очень с вами могу согласиться. Потому что вот это, мне кажется, немножечко лукавство здесь есть, что касается равенства детей и взрослых. Просто мы же берем их за руку и мы их ведем. Мы их куда-то уже ведем. У нас есть уже какая-то цель. Мы уже так или иначе их направляем. Другое дело, простите, пожалуйста, да, другое дело как? Мы их тащим за руку туда, куда нам надо. Или увлекаем. Мы их увлекаем, мы впереди или мы даем, показываем им путь и сзади, чтобы, так сказать, все было там, подстраховывая их, да. Камни из-под ног убираем. Их этой дорогой, открывая перед ними эту дорогу, идите самостоятельно, но мы рядом. То есть в любом случае сейчас очень сложно подстроиться нам, но во всяком случае мне это абсолютно точно. Вот сказать, да что вы, я всех понимаю, и все они маленькие, они такие умные, а я все про них знаю, я с ними наравне. Мне, там, чтобы мне с ними быть наравне, извините, мне надо присесть. Понимаете, я этого делать не собираюсь. Тащить его за уши, да, это так, тащить его за уши на свой уровень я тоже не буду. Но все-таки я взрослый человек. Надо любить, понимать, что ты делаешь, с точки зрения не навреди, да. Иметь полный инструмент в руках возможностей, какими ты обладаешь, знаниями, в первую очередь и людьми, которые этим знаниям соответствуют. Профессиональным людям, не любителям. Вообще дети и любители – это опасная зона. Да, когда профессионалы собираются, это очень важный такой момент. Но это все-таки взрослая конструкция жизни. Когда я еще многие годы тому назад преподавала в цирковом училище, проходила, допустим, год проходил, ко мне приходили люди, ну, то есть ребята, да, следующий год. И они уже были другие. Это тогда было так давно. А сейчас они вообще совершенно другие. То есть если я, допустим, сижу на каждом своем спектакле и вижу свою публику, у меня даже есть такое специальное место, в конце зала я всегда смотрю спектакль целиком. И я смотрю на зрителей, как они заходят, как они выходят. Я очень часто смотрю спектакль в обратную сторону. Это тысячник. Ну, так все смотрят, например, режиссерок кино. И вообще у меня ощущение, что я тренер футбольной команды иногда, потому что пошел первый акт, и я понимаю, что, ах ты, черт возьми, сегодня пошел, я не знаю, дождь, и их долго одевали дома, и кто-то там зонтик забыл. И я это прям чувствую по залу, и тогда надо их идти во время антракта собирать актеров на сцене и готовить их к следующему акту. Очень интересная работа. Но это взрослая работа, ребята, это не детский труд. Давайте вот не будем... Мы просто коричили от зрителя почему-то к ребенку-актеру. К ребенку-актеру. Это же все равно ребенок... Вы подготовили то, что он должен читать. Он же не сам принялся. Мы немножко как это у нас было. Да, чуть-чуть мы запутались, но я... Не запутались, а наоборот, просто расширили, мне кажется, поле. Просто вот... Или у меня, знаете, такая, как на быка красная тряпка, да, там мы с детьми на одном уровне. Я сразу... Да нет, понятно, что без Марфы не состоялся бы процесс. Да, то есть как-то, знаете, тут вот... Ну, если вы позволите, я добавлю, да, мне кажется, вот важно ребенку не отказывать, потому что ему может не понравиться спектакль. Он умеет это право сказать. Мама, я не хочу здесь быть, мама, пожалуйста, не води меня сюда больше. Я не хочу ходить на драму, я хочу ходить на балет. И это нормально. Более того, я хочу сказать, что даже внутри спектакля он может себя совершенно по-разному вести. Он может заснуть, и это нормально. Или он может уползти, и это тоже нормально, это ребенок. Он должен, ну, как бы научиться. Он должен научиться смотреть, слушать. И, может быть, ему просто тяжело сидеть на одном месте. И поэтому детский театр, он, ну, разный. Он не только сидя на стуле. Семейный театр. Детский, семейный. Детский театр, они, значит, примитивный. Семейный театр. Давайте семейный театр. Борис, вот у вас прошел 11-й международный фестиваль. И были ваши коллеги из разных стран мира. Скажите мне, пожалуйста, вот что вы видите в работах наших соседей по планете Земля? Мы в каком с ними, ну, что ли, находимся в сравнительном состоянии? Ну, я могу о виде искусства говорить, как о театре кукол. Да, да. Ну, театр – это кукол, да. Не знаю, он самобытен, он разный. Задачи одни. Задачи одни? Одни у всех. Так сказать, если там, вот есть кукла, она появилась, и, ну, нет у нее ноги. И она, как бы, вот, как я буду без ноги? Вот, мы тебе поможем, говорят актеры. И тогда не надо объяснять, почему актер рядом с куклой существует в живом плане. Вот они объединились, потому что надо кукле помочь на его одной ноге. Некий такой оловянный солдатик, да. Это неважно, в Чили ли об этом говорят, в Америке ли, в Бразилии. Везде есть материал. Но подходы не отличаются? Или отличаются? Ну, например, кто-то очень рок-н-ролльно, очень так сорви голова. У него нет законов, правил. Вот у западного, да, есть мать его солнца, да, такой человек чудесный. Вот, он оживляет все, что есть вокруг. Весь мир вокруг него, хоть что, у него все оживет, но он возьмет чапика, он возьмет сложную какую-то историю. И посредством своего умения, вот этого умения кукольника оживить неживое, он расскажет эту щемящую историю, да, или там, ну, не знаю, о войне. Да, он сумеет рассказать это через смех, но будет и ребенку понятно, и это будет в виде, все-таки, некого укола, тоненько, как прививка от войны, а не кувалдой. Вот тебе, немцы победили, всех убили. Нет, вот как-то вот не будет мяса. Вот это то, что я наблюдаю там у ребят из Европы, да, вот они европейцы, у них есть какой-то, не знаю, такое чувство у меня было одно время, что сначала прошло все там, а потом приходит к нам. Но сейчас, мне кажется, наоборот. А вот сейчас, сейчас, я еще как бы был в УНИМе, да, там, президентом молодежной комиссии, и прямо вот наблюдаю. УНИМ – это что? Это такая международная организация кукольников. И наблюдаю, что сейчас у нас какая-то правда, какое-то желание растормошить зрителя, ленивого, не знаю, который не желает идти, побороться за него. Вот у нас оно как-то все на шаг, как будто бы сдвинулось в какую-то вот сторону эксперимента, в сторону как нового, скажем так. А раньше мне казалось, что вот там что-то засветится, приедет какой-нибудь джанки, и потом вся Россия крафт там шелестит, песок сыпет там, да. То есть вот как-то вот красота. А сейчас уже смотри на старе. А он приехал на следующий год и опять все уже встал. Там полиэтилен в следующий год. Да, 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 да. То есть мне очень нравится, я вот больше бы, наверное, хотел сказать о следующем маленьком фестивале, который прошел после нашего фестиваля. Это фестиваль «Образ» самодеятельных детских театральных коллективов, где вот как лакмусовая бумажка. Мне было показано, одни дети надрессированы, как обезьянки, и это ужасно. А другие дети рядом с актером, который существует рядом с ними, например, Иркутский театр, Нарнию они показывают. Они взрослые умны, потому что не меряются лопухами с ребенком, а вместе с ним входят в его зону правды. И тогда, как говорят, ребенка не переиграть, и переигрывать-то не надо. Дел полно, надо вместе историю рассказать. И вот в этот момент я любуюсь, в этот момент я говорю, вот он зритель, значит, Боря, нужно работать как-то тоньше, больше, искать нельзя, надо ингредиенты, чтобы были, чтобы не испечь сырого хлеба. Вот мы, я как бы тоже не стесняюсь говорить о продукте, что мы... Продукт, да. Продукт. Вот если он, я говорю своим ребятам, актерам, ребята, если он сырой, вы тогда, пожалуйста, когда отыграете свой вялый спектакль, не обижайтесь, если вы пойдете к зубному, и он там пропилит вам все туда, насквозь. Ну так просто, невнимателем будет, как бы, к автору, или к тексту, или к чему-то. То есть вот этот момент некого, пусть это не будет громкими словами, что для ребенка нужно работать в два раза, а то и в три, или в сто раз. Тоньше, сильнее вытаскивать тему, легше. Такие странные эпитеты, да, которые не соединяются, но чтобы это было через игру, чтобы это не было назидательно. Вот. И вот эти фестивали, если вернуться к вопросу, в фестивальные спектакли, мне показалось, в них это все есть. Поэтому, слава богу, что все отлично, все хорошо. Потом у нас совсем коммерческая история, совсем другая сейчас. Им сложнее намного, чем нам. Это я помню по фестивалям. Только это. Понимаете, мы сейчас находимся в ситуации... Это да. Ну, хочется просто вот говорить большое спасибо судьбе, что вот мы сейчас этим делом занимаемся. Почему? Ну, потому что у них очень много проблем. У них нет господдержки практически вообще. Нет никакой господдержки. Я понял, я чуть-чуть растерялся. Ничего нет. Ну да. Они, конечно, выживают. Они очень много работают, играют по школам, по детским садам. К нам в школу театрального лидера приезжала американская труппа. И мы говорим, как, ребята, у вас дела? Они говорят, ну, очень хорошо, очень неплохой урожай оливок. Угу. Что? Ну, у нас театр при оливковой маслобойне. Да, да. И там еще хостел работает. И тогда я понимаю, насколько вам, конечно, повезло, имея там вот эту структуру репертуарных театров, которые... Когда все друг на друга смотрят и копируются практики театральных фестивалей. Один и тот же текст прошивает страну в разных-разных местах. И тогда возникает общий контекст. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется, мне хочется в это верить. Что ты всегда знаешь, что если ты придешь в Волоно, да и в драматический театр, ты обязательно там встретишь своего. Если ты ходил в театр... В школу театрального лидера. В школу театрального лидера. Или ты ходил с ребенком в театр имени Терезы Дуровой. Не надо имени, ну, подождите, ребятки. Пока еще как-то... Мы любим нашим... Ковид прошел мимо. У меня вопрос. Чего сегодня может современный театр... Современный я имею в виду существующий сегодня. Дает ребенку. Вот как вы это сформулируете? Мне кажется, общение. Общение между кем и кем? Да, неважно. Между артистом и ребенком, который может быть в зале. Он может быть на сцене, он может быть где угодно. Даже если ребенок непосредственно... Это даже не интерактив, когда ребенок принимает участие непосредственно. Но все равно вот это присутствие здесь и сейчас, это уже общение между тем, что происходит на сцене, и тем, что происходит с теми, кто сидит в зрительном зале. Поэтому потом, то, что говорила Тереза, это общение между родителями и детьми после того, как они посмотрели спектакль. Мне кажется, это самое главное сейчас, это самое ценное. Я поддерживаю, конечно же, это коммуникация, развитие эмоционального интеллекта, эмпатии. Быть человеком. Да, и вот вчера после спектакля «Снеговик» мальчик довольно взрослый для меня. В семь лет я бы навряд ли такое говорил. Он возмутился и маме высказывал, что нельзя было в холодильник положить. Там весной снеговик растаял. Что нельзя было в холодильник его положить. Почему это он сказал, а потом будет другая история, слепят другого снеговика. Я хочу про это. Вот это для меня было таким царапающим, по-хорошему, фактором, что вот он возмутился. Это как раз та беседа. Потому что, когда после спектакля родители нападают на ребенка, ну как тебе понравилось? Вот в этот момент хочется... Да, да, да. Оставьте их отсюда. Нельзя. Зачем? Нельзя спрашивать. Оставьте его. Конечно. Он сам должен, сам, потихоньку, вдруг, неожиданно, за ужином, в автобусе. Да, он должен неожиданно открыть локтем и сказать, я не понял, вот это вот почему? Или наоборот? А ты знаешь? И придумать что-то свое, как ты говоришь. Они придумывают столько слоев, которые, может быть, нам и, ну как бы, не давно заложить, но вот они где-то что-то вот находят. Ну или видят, что король голый, например. Не зря же такие сказки есть об этом. Поэтому все это заложено в сказках, все это заложено в поговорках. Ну вот народом, скажем так, не зря все рассказывают. А я всегда на сына нападаю. Ну как тебе? Сразу. Вот нельзя этого делать, оказывается. Ну нет, это... Он ответит дежурно, хорошо. Потому что он не захочет обидеть отца, который потратил свое время. Нравится или не нравится. Ну хорошо, нравится. Нравится, да. И будет тянуть. Если ты сходил с ним вместе, лучше сказать, слушай, вот я думаю вот это вот об этом. Так, да, да. Спровоцировать его на разговор потихоньку. Так, на разговор выйти. А что я об этом думаю? Не надо спрашивать, ну как тебе. Это сразу школа начинается. Ну что ты думаешь об этом? Ну-ка расскажи. Да, да, да. Как у тебя дела в школе? Да. Вот это примерно такой же опер получается. Театр равно школа, нельзя. Это разные места. Я хочу еще поделиться с вами впечатлением. Ты знаешь, вот я вот, что-то я вот здесь не понял. Да. Или вот мне кажется, вот, мне показалось, что здесь вот так-то и вот это. И тогда начинается какая-то коммуникация. Ребенок сформулирует. Он сам все скажет, сам все расскажет. Вы все в той или иной мере определяете вектор, ну, начинали театры, да? Ну, вы все равно, все равно, когда пришли главным режиссером, тоже наверняка сильно повлияли на него, на театр. Ну, такая должность. Вот какая у вас была идея в начале, и как-то ее время трансформировало, то, о чем вы сейчас очень так уже уверенно говорите, или нет? Вот. Я начинала 25 лет тому назад, 28 лет тому назад. И вот. Идея вообще была немножечко иная. Вот какая была, и как, и не как она долго трансформировалась, и к чему вы пришли? Ну, вот если, ну. Понятно. Я в конечном итоге пришла к тому, что нужно сохранить семью, потому что больше всего, что я слушала и слышала, это вот этот вот, я не знаю, о чем поговорить с ребенком. Это самое страшное. У нас нет общих тем. Поэтому я так и настаиваю на театре, что он должен быть семейным театром. Вот к чему я пришла. То есть не новые театральные формы, которые я хочу применить, а во главе угла утилитарный список. Да, да, во главе угла это стоит, да. Форма работы, это сдержание. И еще во главе угла, конечно, стоит, ну, как бы такая, может быть, такая простая мысль. Ответственность, которую сегодня вдруг я очень сильно ощутила, что мы все, вот кто здесь сидит, да, мы все не кнопка. Понимаете, это театр. Что это значит, не кнопка? Это значит, что нас не включить и не выключить. Мы остаемся единственной живой территорией, где актер, режиссер, театр, я пришел, это не экран, это сейчас, для меня это все живое. Аналоговая общение. Это не банка, это не, так сказать, не что-то такое запечатанное, что я могу нести с собой домой и потом попробовать. Это не телевизор, это не ничто. Это абсолютно живое пространство. Поэтому мне кажется, что с точки зрения развития вообще и обращения на нас внимания, людей, кому это интересно, не потерять поколение живым, чтобы они все-таки были живое поколение, и все это через театральный опыт, любой фестивальный такой или сякой или, но это один на один. Вот это для меня сейчас самое важное, самое главное, и это налагает на нас очень большую ответственность. Главное нам ни с кем сейчас не соперничать. Не соперничать с видео. Сотрудничество, а не конкуренция. Не соперничать с этим, не соперничать с чем-то, там, я не знаю, с гаджетами и так далее. Вот если мы этого делать не будем, а будем все вместе как-то понимать общие какие-то цели. Ну, просто разные процессы. И все, да. Театр одно, кино другое, интернет это третье. Можете вы сказать вот очень коротко, первоначальную идею к чему пришли? Я думала 10 лет назад так, а оказалось вот так. Или как я думала 10 лет назад, что моя театральная идея вот такая. Ну, как бы, смысл этой деятельности, идейный. А сейчас я думаю иначе. Или думаю так же? Ну, у меня небольшой опыт. То есть, нам всего лишь год, но я хочу сказать, что мне это очень интересно. И всей команде, и тоже территории Китс очень интересно идти дальше. Маша. У нас была задача изначальная удивлять. Нам очень хотелось удивлять, когда мы делали свои спектакли первые. Удивлять в содержательном смысле, в визуальном смысле. Вот классно, когда зритель говорит, а, обалденно. Вот сейчас, мне кажется, мы так растем со своим театром. Нам уже там 15 лет почти. И сейчас мне очень хочется, чтобы зритель заглянул немножко в будущее. Чтобы он подумал, как бы вырвался из того... Это, наверное, очень сложная мысль, потому что мы сейчас такие футуристические немножко спектакли ставим. Чтобы он вырвался из того современного пространства, в котором он есть, и подумал, а что же будет вот там через 5, через 7 лет. И вот туда в будущее вместе с нами, с этими персонажами посмотрел, чтобы он формировал это будущее. Потому что будущее – причина настоящего. Потому что, как мы видим себе будущее, мы таким образом себя не будем в настоящем. Конечно, безусловно, да. Классно. А у вас? Ну, я просто понял одно, что то прошлое, что было с этим театром, оно является прекрасным фундаментом. И даёт тебе возможность строить на этом фундаменте. И, как завещал сам Сергей Владимирович Образцов, надо искать, надо эксперимент, чтобы был всегда. Вот, в принципе, и ответ. Нет, чтобы театр не боялся эксперимента, двигался дальше. Это очень сложно, огромную такую машину развернуть. Но я смотрю на вас, смотрю на вас. Смотрю, вокруг происходит много живого. Вот и задача-то одна у меня – чтобы театр был живой, наверное. У нас в гостях сегодня были, спасибо вам огромное, Тереза Дурова, Борис Константинов, Анна Абалихина, Мария Литвинова. Знаете, о чём я думал всю программу? Вот люди за этим столом занимаются детским театром. Семейным. Не только детским. Просто театром. Ну, в общем, они видят детей наших с вами каждый день. И посмотрите, как они их вдохновляют. Дети, спасибо вам. До встречи в нашей программе «Наблюдатель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин